61 страна, 18 тонн топлива, трое смелых автопутешественников и УАЗ-452. В Москве финишировала кругосветная экспедиция на Буханке, которая продолжалась на протяжении двух с половиной лет. Участники экспедиции побывали в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке. Они прошли более 89 тысяч километров и дважды пересекли экватор по суше. Однако уникальность этой кругосветки заключается в автомобиле – отечественной Буханке, которую путешественники не побоялись взять с собой. Когда список стран переваливает за определенное количество, около 70 стран, то хочется совершить что-то экстравагантное. Ну и чтобы подчеркнуть экстравагантность кругосветки, самого необычного путешествия, наверное, для любого автотуриста, я решил выбрать необычный автомобиль. И это УАЗ-Буханка, его неповторимая, запоминающаяся милая внешность. Подготовка машины ограничилась установкой газобаллонного оборудования и необходимого в Африке кондиционера. Все же остальное – родное, с завода. На удивление, Буханка выдержала испытания достойно. Разве что задний мост отказал и на полторы тысячи километров УАЗик стал моноприводным. Участники экспедиции признаются – самым сложным было расставаться с семьей. Но прекращать путешествовать они не намерены. Проблему решили иначе. Следующее путешествие, чтобы больше не разлучаться с семьей, я еду впервые в истории с пятью детьми. У меня пять детей, многодетный отец. И чтобы подчеркнуть экстравагантность этого путешествия, а также заботясь об экологии, я хочу поехать на электромобиле. Подготовка к экспедиции уже началась. Отправиться в кругосветку на зеленой машине участники планируют уже летом. Program. Продолжение следует... Продолжение следует...